Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение на тему сопроводительная терапия при лучевом лечении рака женских половых органов. На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что при реализации программы лучевой терапии одинаково важна как сама лучевая терапия, так и терапия сопровождения. Поэтому, какая бы тактика лечения ни была принята, консервативная или хирургическая, в нее уже обязательно закладываются параметры, обеспечивающие реабилитацию быструю и возвращение пациента в социум. На сегодняшний день существует широкий арсенал средств для терапии сопровождения. И среди них препараты, которые позволяют лечить сопутствующую патологию, проводить курс лучевой терапии, а также препараты, которые направлены на уменьшение лучевых реакций и повреждений органов, входящих в зону облучения. В нашем докладе сегодня прозвучит исследование гидрогелевых материалов практической значимости для профилактики лучевых реакций со стороны слизистой влагалища, а также критериев объективизации полученных результатов. Мы использовали для профилактики лучевые реакции со стороны слизистой влагалища препарат колитекс-гель-ДНК и колитекс-гель-ДНК-Л. Данный препарат выпускается в виде фольгированных пакетов, шприцов и в тубах. Основу препарата составляет альгинат натрия, природный биополимер, который выполняет функцию защитного коллоида, обволакивает слизистую и удерживает лекарственный препарат на поверхности. Свойства представлены на слайде. В альгинат натрия импрегнирован препарат Деренат, который разрешен Минздравом в качестве средства сопровождения и обладает свойством иммуномодулятора и антиоксиданта. В исследование были включены 112 пациенток, из которых 71 пациентки основной группы в качестве средства профилактики лучевого петелита использовали препарат колитекс-гель-ДНК, а группа контроля, которая составила 41 пациентки, использует традиционные средства профилактики. Надо сказать, что данную профилактику проводили с первого дня курса облучения на протяжении всего курса. И на следующем слайде представлены результаты. Результаты оценивали согласно классификации, разработанной радиотерапевтической онкологической группой. На слайде видно, что у 53,5% пациентов основной группы лучевая реакция носила невыраженный характер в виде катарального петелита против 26,8% в группе контроля. И некротический петелит, то есть по четвертой степени рток, была зарегистрирована только в контрольной группе. Полученные результаты навели нас на мысль о поиске критериев объективизации. И вот в результате нами был разработан способ лабораторной оценки состояния слизистой оболочки влагалища в процессе лучевой терапии на фоне терапии сопровождения. Этот способ заключается в том, что помимо стандартной клинической оценки лучевого эпителита у онкогинекологических больных мы использовали оценку, то есть определяли количество и наличие лактобацилл с использованием бактериоскопического и бактериологического метода, а также состояние плоского эпителия при использовании цитологического метода. Надо сказать, что при использовании бактериоскопического и бактериологического метода нами анализировались множество параметров, но основным все-таки мы выбрали лактобациллярный индекс, то есть количество лактобацилл. И это связано с тем, что лактобациллы, в общем-то, являются ведущим фактором, определяющим колонизационную резистентность влагалища. В наше исследование было включено 32 пациентки. Основная группа 22 пациентки в качестве, соответственно, профилактики лучевой эпителит использовали колитекс-гель ДНК, а 10 групп, которые составили группу контроля, традиционные методы профилактики. Определяли вот эти три метода, бактериоскопия, бактериология и цитология, определялись до начала лучевой терапии у пациенток, при подведении суммарной очаговой дозы 20 ГРЭЙ, 40 ГРЭЙ, 60 ГРЭЙ, и также анализы забирались через месяц после завершения курса лучевой терапии. Всем пациенткам, соответственно, проводилось послеоперационный курс лучевой терапии. Как я уже сказала, в бактериоскопическом, бактериологическом методах мы оценивали наличие и количество лактобацилл, потому что лактобациллы являются ведущим фактором, определяющим колонизационную резистентность влагалища. Несмотря на то, что микробиоциноз влагалища представлен более 40 видами микроорганизмов, на их долю приходится не более 5%. Основное – это лактобациллы, как известно. Гликоген во влагалищном эпителле преобразуется в глюкозу, а при помощи лактобацилл – в молочную кислоту, которая обеспечивает низкий уровень pH и поддерживает высокий титр лактобацилл. У здоровых женщин концентрация лактобацилл в среднем 10,6-10,9 степени колоний, образующих единиц в миллилитре. Казалось бы, радиационное воздействие на слизистую влагалища должно приводить к атрофии слизистой, к дисквамации эпителля, то есть исчезновению поверхностных и промежуточных слоев плоского эпителля и обнажению базальных и парабазальных слоев, с одной стороны, и исчезновению лактобацилл с другой, с увеличением суммарной очаговой дозы. Однако в основной группе с применением гидрогелевого материала, колитекс-гель ДНК, мы наблюдали обратную ситуацию, что по результатам бактериоскопического метода при увеличении суммарной очаговой дозы в процессе курса облучения количество лактобацилл не просто не снижалось, а даже увеличивалось и сохранялось достаточно высоким даже спустя месяц после окончания курса лучевой терапии. Подобные сходные данные мы получили и при анализе посевов, то есть при анализе бактериологического метода исследования, подобная же тенденция, основная и группа контроля. И то же самое мы получили при анализе цитологических методов исследования. Для того, чтобы проанализировать результаты цитологического метода исследования, было предложено критерии оценки результатов лечения лучевых эпителиитов. Они представлены на слайде. В результате были выделены три степени, и в соответствии с ними проводилась оценка. Результаты схожи с результатами исследования бактериоскопического и бактериологического метода. С увеличением суммарной очаговой дозы при применении гидрогелевых материалов мы не наблюдали дисквамации эпителия, а наблюдали сохранность поверхностных и промежуточных слоев эпителия влагалища. На следующем слайде представлены картинки цитологических мазков со слизистой оболочкой влагалища в основных контрольных группах, соответственно, которые были взяты на протяжении курса облучения на разных дозах. На слайде также видно, что в контрольной группе с увеличением дозы облучения нарастает воспалительный характер мазка в цитограмме, а в основной группе эпителий сохранен и клетки сохранны, что, собственно, подтверждает цитопротективное действие дерената, то есть коллигелия. Через месяц после завершения лечения также картина достаточно очевидна. В контрольной группе цитограмма выраженного воспаления и клеточной деструкции в основной группе эпителий сохранен. И данные используемых трех методов исследования цитологического, бактериологического и бактериоскопического полностью коррелировали, соответственно, с клинической картиной. Как видно на слайде, при подведении суммарной очаговой дозы идентичны в основной группе явления легкого катарального эпителийта, в группе контроля преимущественно островковой. Таким образом, применение гидрогелевых материалов в профилактике лучевых эпителийтов у онкогинекологических больных позволяет уменьшить количество и степень выраженности лучевых реакций со стороны слизистой влагалища, провести курс облучения без перерыва, уменьшить количество дней пребывания пациентов в стационаре, снизить количество препаратов для симптоматического лечения, сократить сроки реабилитации таких больных и улучшить качество жизни. В оценке степени лучевого эпителийта существенное значение имеет оценка микробиоциноза влагалища, в частности, наличие и количество лактобацилл с использованием, соответственно, бактериоскопического и бактериологического метода, в совокупности с цитологической характеристикой отделяемого слизистой влагалища, используя цитологический метод. На основании полученных нами результатов базируется методика реабилитации онкогинекологических больных после курса лучевой терапии. Спасибо за внимание.